В 2016 году на покупку новой сельскохозяйственной техники из областного бюджета будет выделено не менее 310 миллионов рублей. Об этом сказал министр АПК и продовольствия Свердловской области Михаил Копытов. На 20 до 40 процентов мы компенсируем технику, в которой у нас есть реестр. Вот сегодня мы приняли изменения в этот реестр. Мы будем сейчас компенсировать не только покупку техники, но и первоначальный взнос полезен. И ввели некоторые новые направления, например, ключевки зерна. В Свердловской области открылась специализированная выставка сельхозмашин «Урал Агро-2016». Открывая мероприятие, председатель правительства Свердловской области Денис Паслер сказал, что в этом году на поддержку агропромышленного комплекса в региональном бюджете заложено не меньше средств, чем в 2015-м. Это около 3 миллиардов рублей. Денис Паслер поблагодарил всех, кто участвует в мероприятии и выразил уверенность, что на выставке каждый производитель найдет своего покупателя. Отношения сложатся конструктивно и надолго. Самое главное, наверное, то, что сюда привозятся новые экспонаты. Причем не откуда-то, а в том числе и те, которые собираются, строятся, производятся как на территории Свердловской области, так и на прилегающих субъектах Свердловской области. Выставка «Урал-Агро» проходит в Свердловской области в 26-й раз и традиционно за 25 дней до начала весенних полевых работ. Нужно напомнить, что модернизацию и техническое перевооружение сельскохозяйственной отрасли Свердловской области считает одной из главных губернатор Евгений Куйвышев. Глава региона отметил, что сейчас ведется очень серьезная работа по увеличению производства сельхозпродукции в нашем регионе и уже сделано немало. Сейчас на первый план для региона выходит задача серьезной модернизации нашего парка сельскохозяйственной техники. По словам губернатора, это позволит в будущем дополнительно вовлечь в оборот земли сельхозназначения. В 2015 году из регионального бюджета на приобретение новой техники сельхозпроизводителям было выделено порядка 350 миллионов рублей. Еще 200 миллионов на эти цели из фонда поддержки малого предпринимательства. Сами сельхозпроизводители инвестировали не менее 1 миллиарда рублей в приобретение новой техники и оборудования. Артемовские аграрии также активно готовятся к началу сельхозсезона. Однако сталкиваются с определенными трудностями, касающимися как кредитования, так и других видов поддержки своих производств. Нужно отметить, что несмотря на все трудности, в округе есть те, кто готов работать на земле, обеспечивать продовольственную безопасность муниципалитета и региона. Однако печально, что все меньше молодежи выбирает этот путь, и связано это в первую очередь с финансовой стороной вопроса. Пока селяне не будут уверены в стабильном наличии рабочих мест, развитой социальной инфраструктуры и гарантиях дальнейшего развития своих населенных пунктов, отток молодежи будет продолжаться, что может привести к печальным последствиям.